Добрый день, меня зовут Кажевников Александр, я представляю ВОВСИ. Обученный робот-оператор для обслуживания клиентов. На сегодняшний день звонки являются одним из ключевых каналов для приема клиентских обращений. Однако, по сравнению с другими каналами, они имеют ряд существенных недостатков. Во-первых, это высокая сложность обработки таких заказов. К примеру, в часы пик количество нагрузки возникает резко, что ведет в плохом масштабировании решения накопления звонков. И самое главное, обработка карты такого звонка значительно выше по сравнению с классическими каналами, будь то чат-боты или другие тексты каналов. Именно поэтому мы создали ВОВСИ голосового робота-оператора, который автоматизирует обработку звонка с момента начала разговора до формирования готовой зарядки. Которая уходит в инфраструктуру бизнеса. По сравнению с КС, данное решение экономить бюджет до двух раз. Для конечного клиента сокращает время ожидания менее чем на секунду. И самое главное, позволяет переключить диалог между роботом и оператором без заменения голоса в процессе перевода диалога. На текущий момент рынок, на который мы ориентируемся, это аутсорс-центр обслуживания голосовых обращений в США. Мы оценим его в 23 миллиарда долларов. Из которых мы сейчас как раз таки тестируем рынок обслуживания долговых обращений и справочников, что занимает 4 миллиарда долларов. По сравнению с другими решениями, ключевая отличие вовсе позволяет запуститься в короткие сроки с меньшим бюджетом и интерактивно повышать уровень автоматизации. Которые являются одним из самых высоких уровней на рынке, исходя из нашего текущего трекшена. По моделям монетизации мы работаем как облачный САС, фиксированным вознаграждением с каждой транзакцией. И постепенно увеличивая число вороботных звонков. В текущий момент на дорожной карте мы находимся как раз на космородовом месте рынка США. И собственно по акселератору вышки на текущий момент. Вначале мы поставили цель сделать 5 продаж за время акселератора. На текущий момент мы в учете прочитали 4 ключевых сегмента рынка, на которых можно запустить это решение. И в процессе мы проводим проблемный интервью с представителями рынков страхования и колл-центров США. Наша команда с 2017 года занимается разработкой умных интеллектуальных помощников. И с 2011 работал большой бэкграунд в область создания голосовых телекоммуникационных систем. Также у меня есть опыт создания стартапа с последующей его продажи. По текущей финансовой модели мы планируем привлечь раму от размера 1 на 1 миллион долларов, который пойдет как раз на запуск новых сегментов, которые мы сейчас анализируем. А также в процессе понадобится данное средство на расширение команд продаж и команды разработки. Благодарю за внимание. Будьте рады ответить на Ваши вопросы. Спасибо. Чуть-чуть вышел за лимит времени. Такие вопросы. Добрый день, Александр. А вопрос такой. А как Вы, будучи в России, пытаетесь продавать это за рубеж с рынкомпанией? То есть это же достаточно большой порог входа будет даже если там находиться. А здесь Вы еще из России пытаетесь? Ну, в текущий момент мы не пытаемся продавать. Мы проводим проблемные интервью через LinkedIn. Конверсия, пусть она невысокая, но уже люди соглашаются и за некие платные интервью как раз делятся информации, основой которых мы планируем к концу акселератора получить некое представление о тех рынках, которые не пользоваться, мы поставили, что можно на узком целевом рынке запуститься. К примеру, будь то страхование, обслуживание друговых обращений. Сейчас как раз задача в процессе общения с ними по скайпу определить, какие именно пробуктовые задачи необходимо сделать. И уже с этим двинуться дальше. Как один из вариантов, пойти в один из американских акселераторов либо после привлечения РАО. Вы им платили за интервью? Да. Именно. Да. А сколько, если не секрет? Тридцать долларов. Я бы тоже так пообщался. Возьмете меня? Я бы все штабонно сказал. К сожалению, будем работать в американских колл-сентрах индустрии и страхологии, извините. Окей. А можешь перекинуть нас на слайд с монетизацией? Я вот сразу не понял, например. Окей. Здесь идет наше как раз текущее предположение по модели монетизации, на основе которой построено частично на основе того, что мы делали в России. То есть мы берем за каждую минуту разговора фиксированное в этом горе рождения по размеру двадцати центов. Это ниже по сравнению с тем, что платится самым дешевым полуцентром, который стоит из филиппинцев, индусов и представителей других стран, владельщих английском на плохом уровне, но и не находящихся в США. Собственно, и по этой транзакционной схеме мы планируем работать. То есть мы работаем именно по числу обработанных звонков, как это и делали в России. Я правильно понял, вы позволяете вашим клиентам битубишным записывать свой голос, правильно? И на основе этого делать сценарий, правильно или нет? Как на текущий момент работает продукт? Есть некий сценарий, в котором возможны некоторые вествования и какие-то вехи. То есть что мы хотим получить в результате диалога? Например, обработка какого-нибудь обновления подписки, к примеру. Мы понимаем, какие намерения будут быть. И, собственно, это в сценарии указывается. В процессе это выцепляется. Если же это не удается выяснить, звонок уже дали переводить на живого оператора. Вопрос был про то, чей голос. Если вы имеете в виду технологический подход в синтезе речи или что? Ну да. Грубо говоря, говорит кто робот, или вы записываете его это? Или позволяете клиенту записать? В текущий момент мы используем синтез речи и в процессе как раз разработки, о чем я говорил, технологии, которые мы планируем применить, это когда с заданным голосом будет общаться как робот через синтез речи, так и живой человек, чтобы в процессе, если робот не умеет какую-то тему обработать, он бесшовно переводился на живого оператора. Но с точки зрения слуха это будет один и тот же голос. Это очень интересно, есть проект у Adobe, они год назад выпустили, точнее презентовали Vox, сейчас Voco, да, четыре буквы, Voco. Но я так понимаю, что у них до сих пор это нет в виде готового продукта, который можно купить. А как вы, где-то его нашли или как? Ну, в первую очередь, когда иой-комбинатор стартап-скул учился, там был как раз один стартап из Украины, который это делает, мы с ними сейчас как раз плотно на эту тему общаемся, встретимся на конференции в Минске, их подход как раз, в общем-то, очень близок к тому, что мы в процессе реализации у себя. То есть в режиме реального времени и встановку голоса. Самая сложная задача здесь – это обеспечить минимальный лак по времени, чтобы это было близко к реальному времени. Вот если в процессе мы эту задачу решим нескольких месяцев, то как раз данную продуктовую непользовую мы сможем обработать. Окей, спасибо. И последнее, что вот я от меня тоже. Перекиньте на слайд с проблемами. Сейчас попробую выяснили. Ты там отражаешь проблему. Так, нет, стоп. Следующий. Вот здесь смотри на бюджет, время ожидания. Вот тут я вот. Спасибо. Спасибо.